Друзья, всех приветствую! Я Юлия Фишер, дошкольный педагог-психолог, помогаю вам правильно развивать и воспитывать ваших деток. Правильно развиваться вам помогут наши тетради, которые продаются на Валбаре Сайзон. Ссылка есть под видео в описании в каждом видео. Многоразовый смаркер специально сделала по программе детского сада вам в помощь, чтобы вы не мучились и не думали, чем заниматься с ребенком и в каком возрасте. А правильно воспитывать я вам помогу, отвечая на ваши вопросы. Почта для новых вопросов есть в описании к каждому видео. Сегодня читаю письмо 27 марта. Екатерина пишет. Письмо называется «Четыре года ребенку не может адекватно общаться». Юль, добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Сын четыре года с рождения был беспокойный, плохо спал, на учете у невролога с задержкой развития речи и гиперактивностью. В сад ходит почти с четырех лет. Изначально не было особых жалоб на поведение, но всегда был сам по себе и ни с кем не играл. Списывал это на задержку речи, возможно. Сейчас речь есть, отстает от сверстников, но уже понимают его. Речь запустили занятием, плюс невролог назначил лечение. Но сейчас жалобы в саду. Каждый день обижает детей без видимой причины. Может подбежать, толкнуть, ударить, отобрать игрушку, сломать что-то, что дети строили. И в принципе не играет. А то и дело шкодит. То карандаши сломает, то книжку порвет. Воспитатели ничего сделать не могут. Ну как так? Только занять ребенка каким-то трудовым навыком, это уже будет, уже чего-то они сделали. И он отличается от шкодничества. И переключится на хорошее. Ребенка-то что нужно? Чтобы его хвалили, чтобы его видели, чтобы его признавали, чтобы в нем нуждались, чтобы его видели. И вот, мне кажется, он просто привык, что его все, тюк-тюк, тюк, 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 тюк. Это не дело, туда не подходи. И привлекай к себе внимание плохим поступкам. Но мне так кажется. Сейчас дочитаем письмо. Значит, воспитатели сделать ничего не могут. Ну вот, пожалуйста, пусть они высвечивают его положительные поступки и привлекают к дежурным каким-то делам, к трудовым навыкам. Помоги мне, собери, проследи, поставь ровненько, полей цветы на, пожалуйста, пойдем сходим на кухню за хлебом. Какой ты молодец, как у тебя хорошо получается, какой-то сильно, какой-то ловкий, и все, и ребенок забудет про шкодничество и будет только хорошие дела делать. Так, значит, смеется и продолжает дальше. Ну, правильно, потому что они ему говорят, не делай это, да? Как правило, дошкольникам нужно сказать, не делай это, а делай вот так. Желательно даже первую часть фразы не говорить, не делай это. Лучше сказать, ну, не прыгай на диване, а пойдем прыгать лучше вот на батуте. Или давай вместо прыжков сделаем вот это, вот это, вот это. То есть переключим ребенка, вот его, он же от безделия делает плохие дела, да? Переключим его безделие на что-то такое полезное и нужное. А дети с удовольствием идут в какую-то деятельность, особенно со взрослыми, им это нравится. Так, дома, так смеется и продолжает дальше. Дома тоже так себя приоритетически ведет. И на площадке, когда гуляем, тоже с детьми адекватно не взаимодействует. Но я вижу, что у него нет агрессии. Как азарт, что ли, привлечение к себе внимания. Я пресекаю подобные вещи, увожу домой с площадки, лишаю сладкого мультиков. Много разговариваем на эту тему, читаем воспитательные книжки про поведение, дружбу, эмоции. А если быть с ними и предложить им какую-то игру, и предложить им какие-то диалоги, предложить им какие-то предметы, в общем, совместную деятельность, и быть здесь миротворцем до тех пор, пока он не усвоит вот эти вот навыки общения, они не автоматизируются, и он уже забудет про то, что с детьми нужно толкаться, пихаться и ломать, а будет знать, что можно играть в гараж, в догонялки, какие-то там постройки из песка на площадке делать. В общем, быть здесь и научить ребенка пошагово взаимодействовать через правильные темы, сюжеты, правильные фразы и так далее. Может быть, просто не показали, как это делается. Одно дело читать лекции вот дома как-то, а другое дело вот здесь, вот на площадке, прямо вот вместе с Ваней, попробовать поиграть в гараж, или попробовать поиграть там в догонялки, допустим, или кто дальше кинет камень, или кто длиннее найдет палку, ну что-то такое вот. Так, но это особо не помогает. Воспитатель говорит, что он как специально вредничает. Я это вижу так, что он хочет общаться, но дети его не понимают, и он вот таким образом ведет себя, может быть. И опять же повторюсь, агрессии не заметила, но вижу, что он прям радуется, что ли. Ну, видимо, на него обращает внимание, наконец-то на него обратили внимание, хоть даже и орут, там кричат, и недовольные, но он, видимо, питается этим эмоциям, что вот на меня обратили внимание, и я рад. С такими эмоциями и кайфом рассказывал мне, как он ведет себя в саду. Я, честно сказать, в отчаянии. Я так поняла, что в саду он уже изгой, и даже если подходит с мирными намерениями, его уже не принимают и прогоняют. Воспитатели тоже недовольны и намекают, а не забрать ли мне его в обед. Я не знаю, как до него донести, что так не надо себя вести. Но начать нужно хвалить ребенка, применять метод зеленой ручки. Ребенок поменяется очень быстро. Так, как помочь ему научиться дружить, общаться, что вообще делать в таких ситуациях? Буду благодарна вам за ответ. Екатерина. Екатерина, смотрите, есть такие курсы, называется эмоциональный интеллект. Может быть, в вашем городе есть такие курсы. В возрасте от 4 до 5 лет они очень полезны деткам. Почему? Потому что на этих курсах, на этих занятиях дети учатся понимать эмоции свои и окружающих людей. Дружить, знакомиться, общаться, понимать, что такое злость, разозлиться. В каких ситуациях мы можем разозлиться, как мы можем разозлиться, как нам перетерпеть, как нам помириться. В общем, там все обговаривается, и они проигрываются. Прямо в игровых ситуациях создаются. Игровые ситуации все это дело проигрывается. Это очень полезно. Он уже воспринимает, мне так кажется, из письма, что он воспринимает внимание к себе вот такое вот отрицательное. Он уже к этому привык, что чтобы на меня обратили внимание, пойду чего-нибудь разрушу, кого-нибудь пну, что-нибудь разорву, и тогда меня увидят. А до этого, значит, меня не видят. Вот во многих видео я говорю, видите, пожалуйста, своих детей, признайте. Во-первых, два метода используйте. Это признание и метод зеленой ручки. Сейчас расскажу, что это такое. Метод зеленой ручки – это когда мы по возможности не видим вот эти вот шалости. Допустим, вот воспитатель видеть, пошел, и специально, чтобы его увидели, пошел там, допустим, ну, карандаши на пол кинул. Ну, это сигнал воспитателю, чтобы не сказать, что Ваня, подними карандаши, что-то там наделаешь, я тебя накажу в углу по столу. Нет. Это сигнал взрослому человеку, что Ване скучно, ему хочется пообщаться, и он не знает, как привлечь к себе внимание. Значит, нужно тут же Ване дать лейку, веник, или там позвать к себе, приобнять, сказать, помоги мне, пожалуйста, я вот здесь собрать не могу, или пойдем со мной на кухню хлебом принесешь, или поставь ровно тарелки, или посмотри, все ли там стульчики ровно стоят, просто идти, чтобы детки там все помыли руки, сходили в туалет. Ну, в общем, нужно Ваню загрузить какой-то деятельностью, чтобы Ваня реализовал свою вот эту вот накопившуюся, накопившуюся энергию в мирное русло, куда-то это все дело обратить, и главное хвалить. Значит, по возможности нужно не увидеть вот это плохое, а высветить все хорошее. Допустим, Ваня, ну, вдруг там случайно пошел, раздеваясь, убрал свой шкафчик все ровненько и закрыл дверцу. Ребятки, посмотрите, как Ванечка убрал все и закрыл, еще банкетку поставил, и там сушиться штанишки свои повесил, и руки-то лучше всех, быстрее всех помыл. Вы посмотрите, пожалуйста, во-первых, и Ваня будет гордиться, а во-вторых, Ваня понял, что он действительно классно что-то сделал, это заметили, высветили, и Ваня в следующий раз 50 раз поставит эту ровную скамейку и быстрее разденется, и не только свои штаны повесит, сушится, еще своих этих вот коллег по саду. Вот, поймите, значит, когда ребенок что-то делает плохое, это звонок нам, взрослым, не замечание делать, сразу высвечивать, и тюкать его носом, ты чего там, ты чего такой, а значит это вот либо скучно ему, либо сейчас плохо, или на душе кошки скребутся, или плохо у него день прошел, ему нужно как-то разгрузиться, он пытается разгрузиться, ну как может, дети чего могут, они только плюкнут, стукнуть, кинуть и так далее. Покажите, хочется, значит, ему внимания, напитаться. Вот, не обращайте внимания на плохое, и тут же загружайте ребенка какой-то деятельностью, и хвалите, 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 и ради вашей похвалы, ради ваших улыбок, обнимашек, действительно искренней радости, они будут в 100-500 раз стараться лучше сделать. Вот, а второй метод, это высветить какой-то, какой-то положительный навык, умение, у каждого человека что-то есть, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо рисует, кто-то очень ловкий, кто-то, кто-то запоминает прекрасно, кто-то, ну, вы сами понимаете, у кого-то есть какой-то, какой-то задаток, который с детства люди развивают, и в итоге это приносит пользу в будущем, во взрослой жизни. Высветите это у ребенка, донесите это до ребенка, слушай, ты лучше всех рисуешь, или ты быстрее всех прыгаешь, или ты лучше всех, там, там, стихи запоминаешь, или классно, как ты поешь, я вообще в ноты не попадаю, а ты его на один раз песню услышал, уже ее и запомнил, уже ее и спел. Пусть ребенок знает, чем он отличается от других, вы должны это знать, вы должны искренне этим гордиться, и ребенок должен этим гордиться, знать, тогда ему не нужно будет как раз вот в этом возрасте соревноваться с другими, чтобы в чем-то быть лучше, он уже знает, что он лучше всех, вот в этом, вот в этом, и ему не нужно тогда будет расстраиваться, когда он проиграет, или там, мам, смотри, я там выше всех залез, всех распихать, растолкать, там что-то постараться лучше всех сделать, или расстроиться, когда кто-то лучше сделал, потому что, ну, ладно, Расстроился я, зато я лучше всех пою, меня любят, меня ценят, меня уважают, на праздник в первые ряды строят. Но я отвлечённая. То есть каждый человек должен знать, чем он лучше других, что у него есть такое особенное, чем он выделяется, и он должен этим гордиться. И окружающие, главное дело, этим должны гордиться. Тогда он не будет выпендриться, выёживаться и вечно мериться с другими детьми чем-то другим. Поэтому, если ребёнок у вас плохо поступает, сразу же поймите, что на душе кошки скребутся, либо ему скучно. Какую-то вот давайте деятельность, пойдём мне поможешь, давай вместе пирог распечём, давай посуду помоем, а мне вот сейчас нужно машину разгружать, помоги мне, пожалуйста. И с удовольствием ребёнка отвлекается на это действие, потому что детям очень нравится помогать взрослым. Меньше делайте замечаний, потому что буквально за месяц ребёнок привыкает. Он же под фразы выстраивает своё поведение. Если он постоянно говорит, что такое неумеха, что-то перестань драться, какой-то драчун, какой-то та-та-та-та-та-та. И он уже привыкает, что я вот такой, значит, сегодня я буду поступать так, как мне сказали. А вы ему скажи, что ты добрый, что ты послушный, что ты помощник, что ты защитник, что ты ловкий, что ты такой-то. И он свой день будет строить под эти ваши фразы. В общем, последите за воспитанием, последите за теми фразами, о которых вы говорите. Загружайте ребёнка помощью, хвалите его, высвечивайте положительное его качество, и он у вас расцветёт. И вот, может быть, с рождения беспокойный, плохо спал. Тоже волосы, пожалуйста, на микроэлементы, потому что всегда низкий уровень магния и чего-то там ещё выдаёт вот такое поведение. Знаете, я вам пример такой приведу. В автобусе бывает, что мы кому-то наступим на ногу, и если человек напит... Случайно, конечно, мы это сделаем, толкнули или наступили на ногу. И если человек напитан, уравновешен, у него всё по жизни хорошо, он даже не заметит. А если заметит, то развернётся, улыбнётся ещё и сам извинится. А если у человека мало микроэлементов, на работе всё плохо, тут не любят, тут не уважают, его вот чуть за день он уже начнёт орать трёхэтажным матом. И вот если вы видите, что ребёнок орёт трёхэтажным матом, значит, нужно разобраться. Либо вокруг него что-то плохо, и это дело наладить нужно с помощью тех методов, которые я только что перечислила, и параллельно добавить микроэлементы. Значит, что-то вымылось, и нервная система страдает, натянута, и не справляется с этим наступанием на ногу. Нужно, чтобы она была напитана и не обратила внимания на такую мелочь в автобусе. Это я всё в кавычках. Всё, помните о наших тетрадях, приобретайте, пожалуйста, сделала всё для вас с любовью. Художник даже рисовал всё это с любовью для вас. Пишите письма, все полезные ссылки и на микроэлементы тоже. Кстати, по промокоду Юлии Фишер есть скидка или 10, или 15%, посмотрите, пожалуйста. В общем, все ссылки в описании, нажимайте кнопочку «Ещё», там есть. Пишите, покупайте, сдавайте волосы на микроэлементы, будьте с нами, и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!